Человек, который знает все про деньги, человек, который более 16 лет в маркетинге, человек, который поставил личный рекорд и за короткий промежуток времени порядка 25 человек, партнеров его команды, заработали более миллиона рублей. То есть это были прям поставленные финансовые и стратегические цели. Человек, который научил одному вкусному слову вариативность. Человек, который заработал в этом бизнесе, который успешно развивается уже более 8 лет, более 45 миллионов долларов. На сцене Виталий Айшеев! Так, всем привет! Добрался до микрофона. 45 миллионов долларов, слышали, да? Иван Сорокин такой думает, как так? Где? Так, все хорошо, давайте начнем. У нас ограничено время. Компания всех с днем рождения, поэтому компания, это мы с вами. Я очень рад, буду сегодня немного, да, мне сказали помягче, я знаю, что я один из самых удобных кураторов, да, но я думаю, что сегодня я хотел бы с вами поговорить про честность, про деньги, про отношения, про то, как мы сегодня проживаем. Очень довольно простой. Например, смотрите, первый слайд называется «Решение стать успешным в бизнесе», неважно в каком, в линейном или с нашей компанией, но есть у кого-то подозрение, что там, где вы сейчас находитесь, там, где вы живете, на той машине, в которой ездите, вас она маленько не устраивает. Есть такое ощущение? Вот поднимите руку, что-то. Что не устраивает? Женщина, может, не устраивает с вами, мужчина, может быть, круто, да? Вот, и я сегодня хотел бы с вами поделиться через призму одного хорошего, давайте назовем его, хороший парень. Хороший парень, который пришел однажды ко мне на встречу. Кстати, этот человек находится в этом зале, да, и когда я с ним разговаривал, давай, говорю, про честность, да, то есть у меня одна из таких способностей, которые я наработал, это называется подвести к ответственности. Кто бы хотел бы за один, за два, за три года поменять кардинально все? Где ты живешь, новая машина, ну, может быть, новая сторона, есть такие люди? Кому это отвлекается? Вот. А те, кто не поднял руку, посмотрите налево и направо, скорее всего, вы где-то должны встретиться, да? Вот, и история довольно очень проста, то есть, смотрите, я очень много лет занимаюсь бизнесом, в этот бизнес я пришел уже в топовые позиции, у меня была некая такая, знаете, фора, и когда я пришел в этот бизнес, конечно, я первую же неделю, что у меня не было результата, почему? Потому что у меня был какой-то опыт, я называю со своей тележкой, поэтому сегодня мой контент будет простроен на то, что не как легко это бизнес делать или как это быстро сделать, я покажу вам самый короткий путь, и мое просто такое понимание про партнерские отношения, кто-то называет, например, что это сетевой бизнес, это как-то называется, да, и я просто, у меня к вам один такой вопрос, если мы через два года, через три года изменим кардинально все, это важно, как он называется? Да, я тоже согласен. И этот парень тоже со мной, хороший парень, согласился, говорит, расскажи-то более подробнее, я говорю, ты знаешь, в партнерских бизнесах есть такие, как дети, это люди, которые что-то делают каждый день, и им говорят, ходи сюда, ходи, не ходи сюда, это дети, вот, они каждый год, два, три, и в этом зале есть люди какие, ну, которые не очень довольны сегодня своими результатами в этом бизнесе, вот, поэтому завтра у нас будет классное обучение, где мы все-таки это немного исправим. Второе, это фанатики, да, я встречал в этом бизнесе, в этом мире очень много фанатичных людей, которые про UDS топят, там, это круто говорю, я отношусь к этому бизнесу как предприниматель, сколько можно денег заработать в этом бизнесе, для меня это очень было важно, благодарность моим кураторам, Ивану Наталью Сорокину, мы с Ваней сидели, три дня считали маркетинг, Ваня говорит, ты вообще адекватный человек, я говорю, да, подожди, я сейчас сам посчитаю, я посчитал, как можно в этом бизнесе заработать миллион долларов, и когда я рассказал этому хорошему парню, как это я собираюсь сделать, и мне нужна команда, этот парень принял сильное решение, что он начал делать, он начал спрашивать уже другие вещи, но сегодня я бы хотел с вами поделиться, уже об этом не раз говорили, на чем основывается, например, за моей спиной стоят не только организации, не только мои ключевые партнеры в регионах, это очень большая компания, и вы в первой части видели, это профессионалы, это люди, которые сегодня создают крутой продукт, давайте представим, что будет, например, когда будет у нас, например, 50 миллионов, когда будет 100 миллионов, представляете, 8 миллиардов на планете, и где-то 15-й годовщина компании, мы говорим, 1 миллиард пользователей, кому страшно стало, да? Да. Когда предприниматели, которые сегодня каждый второй, каждый третий, не только в России, но и в других странах, рассказывают про этот продукт, как у него работает, это называется кейсы, как вы думаете, нам как партнерам что остается делать? Просто зарабатывать деньги. Ну и, конечно, это количество партнеров, вот вы видели, да, наверное, кто-то, наверное, из гостей думает, почему эти здесь сидят, а эти там сидят, да? Очень довольно просто, то есть сегодня в мире есть люди, которые зарабатывают деньги. И вип-столик – это как раз то подтверждение, это некая, знаете, привилегия, это люди, которые зарабатывают ненормальные деньги. Что такое ненормальные деньги? Когда вы встречаетесь с другом, у него 400 долларов, у того 450, они как встречаются? Привет, как дела? Как говорят? Нормально. Нормальные деньги, нормальный отдых на даче, все нормально. Да, у нас маленько ненормально. Например, недавно менял загранпасу, потому что 14 раз летать в Турцию – это очень тяжело, ребята. То есть это ненормально просто, я считаю, да? Это когда ты встречаешься с людьми в этом зале, особенно за висколько, с которым ты давно уже не видел, там месяц, два, полгода где-то. Я считаю, что это круто. Ну и, конечно, настрой. О чем будем завтра говорить? То есть ты или настроен на результат. Я думаю, что сегодня именно тот день, который пора принимать решение. Недавно я был во многих городах и всем говорил, поехали в Москву. Говорю, это самое лучшее мероприятие, там самые лучшие люди. Это, знаете, если вас не пригласили на вручение «Оскара», приезжайте к нам, говорю. Вы еще не были в феврале, это самое… Их с пять будет мероприятие, там еще будет лучше. И когда вы это все видите и начинаете проживать с нами, как командный игрок, а почему? Потому что в команде этот бизнес делать не страшно. Что такое настрой? Это нас, трое, это душа, это тело и разум. Да, разум. И мы завтра будем как раз заниматься на вип-обучении. Ну, я просто говорю, вот здесь задали люди, которые… Вот хотелось бы поехать, ребята. Если ты знаешь, что все равно в ближайший год ты сделаешь апгрейд на вип-пакет, почему тебе не сделать это сегодня? Ты сэкономишь целый год своей жизни. А завтра будут выступать самые лучшие люди, там просто топовый состав компании будет. Потом это разум, эту информацию через тело будем пропускать. Но я думаю, что в ближайшие полгода, до Нового года, ты увидишь свой результат. То есть ты увидишь, что твоя душа поет. Когда поет душа? Когда все хорошо. Все согласны? Да. И это называется правильное ресурсное состояние. Что такое счастье для вас? То есть счастье – это когда нету, знаете, каких-то переживаний. Нету никаких… Вообще за что ты? Ты утром просыпаешься, у тебя нету кредитных долговых обязательств. У тебя нету… У тебя только одна проблема. Куда лететь? В Турцию в 15-й раз? Или же в Таиланд, думаешь? Просто расстояние считаешь, куда ближе? Вот про эту историю. И завтра как раз будет история, когда мы будем показывать, как это на практике некоторые партнеры наши сделали. Ну и, конечно, есть у нас, конечно, это действие. Здесь просто многие мечтают, или я их называю суетологи, каждый день суету наводят год к год. И знаете, я вот слышал фразу на одном из мероприятий. Первый признак шизофрении – это когда ты делаешь каждый год одно и то же, но получаешь один и тот же результат. Вам не кажется, что пора обменять какую-то позицию? И первая позиция этого молодого человека, хорошего парня, была какая? Я буду делать этот бизнес, как называется? Совершенно верно. Как попало. То есть он, как в свое время, когда я обшел этот бизнес, я думаю, я же профессионал. Ну и я, слава богу, остановил его. Я говорю, подожди, давай подумаем. Выгодно ли тебе делать это, строить бизнес с профессионалами? И в этом зале я очень рад присутствовать очень, знаете, это мои коллеги по цеху. Это успешные партнеры, это крупные предприниматели, которые владеют, можно сказать, знаете, бизнесами, бизнес-филиалами, командами разных странах. Это топовый состав компании. Можете посмотреть, я думаю, вы узнали каждую из вас. Если ваш куратор здесь, поаплодируйте, пожалуйста. Да. Ну и, конечно, надо оценивать свои силы. Я бы хотел, чтобы в ближайшие первые даже 30 дней ты прошел бы этот курс сопровождения, о чем мы сегодня говорим. Это когда есть тебе план. В данной ситуации этот молодой парень, хороший человек, я говорю, давай составим план. План не откуда, отсюда пойдем, а план точку B, например. Если мы с вами почитаем, сколько вам нужно для того, чтобы изменить вашу квартиру, машину, все в этой жизни, там должно выйти очень хорошая цифра, примерно там 6-7 нулей. Все согласны? И когда мы отталкиваемся от этой истории, этот молодой парень, что сказал? Хороший парень, давай я это начну делать, представляете? И этот человек до сих пор, он, кстати, в этом зале, я сейчас скоро его приглашу, я думаю, это будет классно. И у него это получилось. Почему? Когда он начинает работать по плану, то через какой-то период этот план начинает работать на него уже. Но он работает уже в масштабах. Масштаб большой организации. Есть некоторые условия там. Первое, например, что ты делаешь сегодня? Сегодня, да, после данного мероприятия мы идем что делать? Мы идем обнуляться. Хватит заниматься суетой. Давайте заниматься бизнесом. Давайте зарабатывать деньги. Почему? Надо какие-то, знаете, менять действия. Если мы будем что-то менять, какие-то другие действия, то у нас даже появятся другие результаты. Я просто это гарантирую. Я просто это видел на примере этого хорошего парня. Ну и, конечно, что делает команда. Мне очень важно, куда идет компания, куда идут мои коллеги по цеху, куда... И когда этот молодой парень... И он говорит, куда ты, Виталий, идешь? Я говорю, смотри, мы сейчас заходим на азиатские рынки. Я недавно был в Ламбатере, я был в Монголии. Я запускал этот рынок в 15-м году, и там была совсем другая проблема. Первая проблема — это отсутствие интернета вообще. Чувствуете, да? Я говорю, да. Они все говорят, идея хорошая. Ну я не могу, у меня интернета нет. Я говорю, Wi-Fi? Он говорит, нет, у нас вообще интернета нет. Вторая проблема — это когда люди достают, я показываю QR-код, они говорят, у меня кнопочный телефон, и у нас у каждого, к сожалению, десятого, наверное, если наберем, там, сто телефонов по Ламбатере, это уже будет круто. Чувствуете, какие проблемы были в 15-м году. Но на этот раз я приехал, я увидел крутую команду, там очень сильные ребята, которые начали этот бизнес продвигать. Мобиль, аппликейшн, они показывают, как это работает, и в режиме реального времени им это понравилось. Как вы думаете, сколько стран в мире еще? Давайте на минутку представим, что ты раньше пришел в этот бизнес, и я в твоей команде, я собираюсь запускать скоро Корею. Представляете, сколько можно просто находиться в Москве и зарабатывать деньги, пока вы здесь сидите. Чувствуете? Я показываю вам, просвечиваю, я показываю вам самый короткий путь, я не говорю еще раз про легкость этого бизнеса, я говорю про время. Уйти на пенсию в 35 лет. Ну и, конечно, когда мы встретились с этим хорошим парнем, через какой-то период времени, я спросил, как у тебя дела? Он говорит, ты знаешь, я прямо на себе это чувствую, этот результат. Это человек, который сегодня добился очень хороших результатов, это человек, который имеет стабильный чек, это когда человек зарабатывает очень, знаете, ненормальные деньги, это человек, который получает признание компании. Давайте поприветствуем его. Виталий Анишев! Да, ребята, ну что, это была небольшая импровизация, на самом деле это очень бизнес очень легкий, легкость это бизнес тем, что многие за периметром этого ВИП, они начинают усложнять этот бизнес. Когда меня спрашивают, как этот бизнес строится, я говорю, очень просто, очень просто. Один год твоего участия, один год, второй год участия в управлении, ну и третий год, когда ты просто лопатами гребешь деньги. И это и есть системный подход в этом бизнесе. Договорились? Сегодня все обнуляемся. Ну что, еще раз всех с праздником вас! Спасибо вам за то, что вы есть!